Елена Семикопная в декретном отпуске по уходу за 10-месячной дочерью. Уже в сентябре женщине придется выходить на работу. Говорит, устроить детский сад ребенка пока не получается. В дошкольном учреждении, которое находится ближе всего к дому, нет мест. Есть такая проблема. Если мне нужно будет выйти на работу, ну вот не с кем оставить ребенка. Бабушки, дедушки работают, а в садик, если тяжело устроиться, в общем, не знаю даже, что с ним делать. Мария Фомина – мать двоих детей. Рассказывает старшую дочь Полину, устроить детский сад удалось. Для этого женщина записалась в очередь на поступление в дошкольное учреждение, еще будучи беременной. На днях собирается регистрировать и младшего двухмесячного ребенка. Считает, если появится электронная база, поступить в сад будет гораздо легче. Ну, если бы они давали какие-то гарантии, то легче, потому что мамочке, я сама реально понимаю, что это тяжело очень с дней ходить, записываться. Было бы хорошо, если бы гарантию отдавали. В этом детском саду свободны еще 30 мест, но чтобы поступить в дошкольное учреждение, все равно необходимо записаться в очередь. С появлением единого электронного реестра ждать придется на порядок меньше, отмечает Наталья Белич. Согласно внедряемой базе данных, насколько я знаю, она экспериментально, она только пробируется. Количество в мест детских садах не увеличится, но база станет более структурированной и понятна для нас и для родителей в том числе. Система электронного реестра будет открытой и простой в обращении, отмечает губернатор области. Сегодня где-то 85,5% детей, желающих охвачены у нас детскими садами в области. Мы в этом году планируем создать где-то минимум 2,5 тысячи до 3. И я думаю, что в следующем году, скорее всего, еще мы будем создавать немножко с профицитом, потому что вот для этого нужна электронная база, для того, чтобы мы понимали и могли планировать. После появления базы записать своего ребенка в детский сад родители смогут самостоятельно на специальном электронном портале. Там же можно будет следить и за тем, как продвигается очередь. Запустить систему планируют к декабрю этого года. Екатерина Пороханяк, Александр Караваев, Панорама.